В посёлке Хандыго-Тампонского района скоро появится ещё одно место для отдыха жителей. Там началось строительство фонтана. Какие работы ведут сейчас и что в конечном итоге должно получиться, расскажет Мария Винокурова. Строительство объекта ведётся за счёт хандыгского поселкового бюджета. Подрядчиком выступила ИП Манукян. Уже заключены два контракта на сумму 900 тысяч рублей. На эти деньги также планируется благоустроить территорию, прилегающую к фонтану. В этом году сейчас ещё посчитаем и электричество, водоснабжение, и маленькие ещё благоустройства по плитке. И дополнительно запрос котировок сделаем. Сейчас строители копают котлован глубиной метр и диаметром 5 на 5 метров. Затем его запетонируют и облицуют плиткой. В эти дни бригада из семи человек занята облагораживанием территории. Площадь зоны отдыха будет полностью отделана новой брусчаткой. После этого будем арматуру там сбетонировать с арматурой. И стены тоже бетонные. Потом на него будем плитку ложить. Фонтан будет виден издалека и днём и ночью, так как будет с подсветкой. Оборудование уже закуплено в городе Новосибирске. Кроме нового архитектурного объекта, здесь будут установлены доска почётных граждан райцентра Тампонского улуса, дорожки, скамейки и цветники. Запустить фонтан планируют уже летом. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Хандыга.